Сегодня в нашей программе вы увидите, самоед всегда считался универсальной собакой. Этот удивительный пес и есть универсальный Сэмми. Смотри назад. Он умелый пастух. Пошли, Ник, вперед. Сюда, малыш. И с удовольствием ходят в походы. Они не только делятся с нами своими острыми чувствами, но и помогают в некотором роде совершенствовать наше восприятие. Даже когда суставы и зрение не в порядке. Он не заходит в комнату, если там темно. Но некоторые собаки теряют зрение. Самоед четко видит стоящую перед ним задачу, чтобы завершить работу в наилучшем виде. Здесь очень весело. Мы привели с собой детей. Вперед! Самоедская лайка! Все о собаках. Обожаю Сэмми. Сэмми Соса? Сэмми! Сэмми Дэвис-младший! Сэмми! Явно не Сэмми Хейгар! Сэмми! Сэмми! Некоторые произносят название породы как Самоед, а кто-то говорит просто Сэмми. Давайте еще раз. Сэмми! 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 Говорят, что Самоедские лайки несут на своих забавных мордочках дух Рождества год напролет. Но за этой знаменитой улыбкой скрывается трудная и запутанная история породы. Самоедская лайка впервые появилась в Сибири около века назад, где сопровождала северный кочевой народ, называющийся... Как же еще? Самоедами! В суровый мороз эти собаки согревали людей, а из их шерсти делали пряжу. Очевидно, на такую нитку хорошо ложится краска. Интересно, колется ли свитер из шерсти Самоеда? По правде говоря, Самоедские лайки были универсальными собаками. Самоедские лайки пасли и защищались тогда оленей. Они помогали охотиться на белых медведей. И помимо всего прочего, Сэмми всегда были отличной компанией в холодное время. В 19 веке собаки этой породы стали чрезвычайно популярны среди английской аристократии, но это нисколько не повлияло на твердый характер Сэмми. В 1911 году Самоедские лайки шли во главе экспедиции, покорившей Южный полюс, а в 1957 году Спутник-2 унес на орбиту Земли собаку по кличке Лайка, возможно, являвшуюся поместью Самоеда, которая стала первым живым существом, запущенным в космос. Историю Самоедской лайки вполне можно назвать звездной. Джеки, пошли смотреть на щенков. Самоед по кличке Джейк не посрамил своих предков. Сегодня он является лучшим пастухом среди Сэмми. Самоед всегда считался универсальной собакой. Эти собаки тянули упряжки, пасли стада оленей, причем в довольно свободной манере, перегоняя эти огромные стада и защищая их от хищников. Но вместо быстроногих оленей этот Самоед пасет кротких овечек. У него хорошо получается. Джейк работает пастухом по выходным, а его постоянная обязанность — верно служить Энн Шлобом. Он словно родной брат или сестра. Только в некоторых случаях он куда больше заботится о семье, чем некоторые родственники. Сколько будет 2 плюс 2? 4. Молодец. Неудивительно, что такой умник не будет сидеть без дела. Пошли, Джейк, будем пасти. Были случаи, когда Сэмми присматривали дома за детьми и домашними животными. Чтобы обеспечить успех в пастушьем деле, Джейку помогает его личный тренер Линда Рором. Она работала с Джейком с чинячего возраста. Она стала помогать ему по собственному желанию, потому что он ей очень понравился. Линда готовит Джейка к соревнованию, который будет судить строгий французский судья, специально приглашенный для этого в Калифорнию. Смотри назад. Сюда мы приезжаем раз в месяц, так что со стадом он работает достаточно редко. На ферме ему приходилось бы делать это каждый день. Сегодня он хорошо потрудился. Сделал больше, чем в прошлый раз. Иди назад. Смотри назад. Надеемся, что старания Джейка окупятся с лихвой. На соревновании по управлению стадом. Пошли, Джейк. Сегодня ответственный день. Похоже, Джейк ни чуточки не волнуется, зато Энн волнуется за двоих. Это радостные волнения. Сегодня будет отличный день. Сегодня Джейк будет соревноваться со специально подготовленными соперниками. Кто же из них главный? Это Макдаф. Полное имя. Парагон Даймонд или Раф Макдаф. Бонни Кей Гриндл хорошо известна, что выступление не каждый день проходит удачно. Он может победить, а может и нет. Посмотрим, станешь ли ты звездой шоу Макдаф. Кто займет первое место на сегодняшнем соревновании, решит судья Мишель Пилар. Он профессиональный пастух. И его пес по кличке Босерон однажды выиграл французский национальный чемпионат пастушьих собак. Вот это скорость. Он исполняет команды в долю секунды. Похоже, этот судья не даст спуску ленивым пастухам. Да, отлично, молодец. Это значит, что Джейку придется воспользоваться всем своим самоедским умением, чтобы поразить судью. Джейк любит работать с овцами в загоне. Некоторые собаки могут быть сбиты с толка, находясь в тесных стенах сарая с целым стадом овец. Здесь много овец, но Джейк отлично справился. Джейк, стой! Как только Джейк вывел стадо из сарая, он должен провести его через целый ряд ворот. Ему не нравится гнать овец. Он любит, когда все идут вместе. Гнать значит уводить стадо овец от пастуха, но, как и все самоеды, Джейк обожает работать одной командой. Даже издалека Энн видит, что ее питомец не очень доволен. Ему не нравится выполнять команду, которую ему дали сейчас. Он не видит особого смысла в том, чтобы уводить овец от кого-либо. Для Сэми главное, чтобы все держались вместе. Иди. Теперь стой. Удерживание стада в загоне выполнено на отлично. Смотри назад. Смотри. А теперь самая трудная часть соревнования. Убедить 10 пугливых животных зайти в автоприцеп. Да, прицеп — это нелегко. Стой. Стой. Джейк, не торопи их. Дай им немного места. Назад. Наконец, последний барашек запрыгивает в прицеп. Последнее, но не самое простое задание — собрать остальных овец, сопроводить их до сарая и загнать внутрь. Молодец, Джейк. Наконец, последний прыжок. Вуаля. Были хорошие моменты, были и не очень удачные, но с ним всегда интересно работать, потому что Джейк сплошные сюрпризы. Конечно, все решит судья. А Колли по кличке Макдаф тоже неплохо выступает. До тех пор, пока последняя овца не окажется в загоне и не будут подсчитаны баллы, трудно сказать, кто выиграет это соревнование. Все о собаках. Все о собаках. Самоедская лайка также незаменима в суровых условиях в скалистых гор, как и когда-то на своей арктической родине. Холодные ночи в горах пушистые семи создают комфорт для Кента и Донны Даннен. Пошли собираться. Тише, ребята. Сегодня идем в поход. Кто пойдет с нами на этот раз? Когда эта семья собирается в поход, они ни за что не оставят своих кочевых псов дома. Наши собаки обожают работать. Бруин, пошли, ребята. Они ужасно хотят пойти с нами, но всех мы взять не можем. Пошли, Ник, вперед. Они хором начинают лаять. Когда достаешь упряжь или собачий рюкзак, когда они видят их у тебя в руках, они словно говорят, может, они выберут меня, может, это буду я. Пожалуйста, пожалуйста, возьмите меня. Похоже, сегодня собачью лотерею выиграли Бруин и Никки. Пойдем в поход, Ник. А каков будет приз? Тур-поход, но каждая собака должна нести небольшой рюкзак с запасом воды. Они помогают нам нести снаряжение. А это немалая заслуга. Это значит, что в рюкзаках останется место для важных инструментов, которые помогают нам быть более наблюдательными, такие как фотоаппарат или бинокль. Даннены – журналисты, изучающие природу. Готовы? Пошли, Ник. Вперед, малыш. Свою любовь к дикой природе они разделяют со своими Сэмми. Правда, Бруину и Никке придется довольствоваться лишь свободой духа. Видишь эти отверстия? Да, это старая бобровая нора, ты прав. Нельзя сказать, что Сэмми предпочитают оставаться рядом с семьей, как это было на родине. Эти люди жили в юртах в Сибири круглый год. Они вывели породу собак, которые оставались с ними жить в этих юртах. Этим собакам требовалась густая шерсть и особый характер, который поддерживал в них желание находиться рядом с людьми и согревать их ночью, собравшись вокруг. Сэмми помогают Кенту и Донни во время похода. Молодец, пошли, вперед. Слабое человеческое восприятие может упустить еле заметные признаки жизни в дикой природе. Они не только делятся с нами своими острыми чувствами, но и помогают в некотором роде совершенствовать наше восприятие. И чем лучше работает мозг, тем больше вещей замечают глаза. Без сомнения, природа таит множество чудес. В свою очередь, Доннины стараются заботиться о дикой природе. Мне кажется, это синица, правда? Да. В этом им помогают собаки. Пошли вперед, молодцы. Эти поваленные деревья могут представлять опасность для леса. Очень важно убрать из леса эти стволы. Рано или поздно они могут стать причиной лесного пожара. Для вывоза стволов машина больше не используется. Это вредит почве. А вот Сэмми — куда более экологически приемлемый транспорт. Таким образом, мы превращаем то, что в противном случае могло стать источником лесных пожаров или препятствием на тропе, в полезный строительный материал или дерево для обогрева жилища. А что думает Бруин об этой нагрузке? Готов? Готов тащить? Кажется, здесь проблем нет. Тем более, было сделано все необходимое, чтобы не подвергать собаку большой нагрузки. Очень важно надеть упряжь правильно, так, чтобы вес равномерно распространялся по плечам. Это специальный упряжь для тяговой нагрузки с перекладиной позади, которая равномерно распределяет вес, передвигаемый собакой. Ну что, Бруин, поработаем? Будем тянуть? Давай, вперед! Он с легкостью выполняет задание. Молодец! Зимой, когда наступит сезон катания на санях, эти собаки окажутся как нельзя кстати. У нас была лучшая упряжка самоеда в прошлом году, и мы очень этим гордимся. Но Сэми не являются самыми быстрыми ездовыми собаками. Их можно сравнить с универсальным транспортом, таким, как, к примеру, автомобиль «Универсал» или мини-фургон. И нет ничего постыдного в универсальности. По крайней мере, данные получают пользу и удовольствие от своих собак. Круглый год, когда отправляешься в поездку на санях или в поход с такой собакой, то полностью ей доверяешь и полагаешься на ее способность отыскать дорогу обратно. Ты знаешь, что она всегда сумеет тебе помочь. В этом есть некая связь между собакой и человеком, которая крепнет в таких путешествиях. Пошли, ребята. А Сэми обожают находиться рядом с людьми. Отличный поход. Даже если приходится делить их с другими собаками. Осторожно! Это снежная лавина! Молодец! Хороший мальчик. 13-летний Сэм замыкает колонну, но он навсегда останется первым для Даниэль Бушхейстер. Много лет назад Сэм положил начало ее великой миссии спасения самоедских лайк. Сэм был нашим первенцем. Мы взяли его у друга моего мужа. Это был один из тех случаев, когда собаку нужно либо отдать, либо усыпить. Ему было 7 месяцев, когда он попал к нам. Он был отличным другом и всегда им будет. Сэм по-прежнему верно служит. Только вот стал стареть. Вот так он обычно проводит свой день. Высматривает, вынюхивает, проверяет, все ли в порядке. Он теперь редко бегает. Хорошо. Все в дом. Теперь даже скользкий пол представляет трудность для Сэма. Его поразили два самых распространенных для данной породы недуга. У него дисплазия суставов. Одно бедро у него в порядке, а вот второе неважное. Другое заболевание, которое у него обнаружили, это прогрессирующая атрофия сетчатки. Она поражает кровеносные сосуды глаза, что приводит к постепенной потере зрения. Это длительный процесс. В его случае это выражается в боязни заходить в темные помещения. Нам еще повезло, что он способен поймать печенье с двух метров. Молодец, хороший мальчик. Вот так, молодец. За исключением этих двух недугов, он в отличной форме. О хорошее здоровье одна из самых больших забот, Даниэль. Она является президентом группы по спасению самоедских лайк. Каждый раз, когда я вижу самоеда на обложке журнала, мне становится страшно, потому что я знаю, что скоро в нашей помощи будут нуждаться 50 миллионов новых собак. Они вырастают очень большими. Щенки-самоеды очаровательные существа, ужасно милые, но они вырастают. И если вы не сумеете как следует воспитать самоеда, он может проявить свой упрямый характер. Они могут быть ужасно упрямы. Зачастую, когда порода становится популярной, некачественная селекция может приводить к закреплению нежелательных породных качеств. Я знаю, что сейчас у самоедов возникает все больше заболеваний печени. Они чаще страдают диабетом, заболеваниями щитовидной железы, приступами, и все это результат неконтролируемой селекции. Ну что, пошли, дружок? Вперед, малыш! Вообще говоря, самоедские лайки отличаются отменным здоровьем. Пошли, трусишка. Но пожилому Сэму требуются регулярные медицинские осмотры, чтобы поддерживать его в хорошей форме. Привет, Даниэль, как дела? Хорошо. Кто к нам сегодня пришел? Наш старикашка. Старикашка? Значит, это Сэм. Доктор Грант Нильсон заботится о здоровье всех подопечных Даниэль. Когда у него впервые выявили проблемы со зрением? Кажется, в 94-м. Если он до сих пор видит, то это отлично. Но, к сожалению, атрофия сетчатки, хотя и протекает безболезненно, не может быть излечена. Да, здесь почти ничего нельзя сделать из-за наследственной природы заболевания. Здесь есть только один выход. Полностью удалить его из генофонда породы. За это заболевание отвечает рецессивный ген, который почти невозможно удалить, потому что трудно выявить несущих его собак. В его случае заболевание протекает очень медленно. Сейчас он просто не очень хорошо видит в приглушенном свете. Это неплохой показатель для 13-летней собаки. Однако бедренные суставы Сэма находятся в несколько худшем состоянии. Вы знаете, что дисплазия бедра означает плохую фиксацию сустава. Поэтому бедро периодически выходит из сустава, и со временем в нем происходят изменения, являющиеся следствием расшатанного сустава. Разница между двумя бедрами отчетливо здесь видна. Это бедро с дисплазией. Видите, насколько толще оно стало со временем. Мне кажется, это должно причинять ему беспокойство. Так что попробуем подавать Сэму противовоспалительные препараты. Посмотрим, сможет ли это снять боль, и будут ли улучшения. Пока начнем с этого. Приходите через 2-3 недели. Посмотрим, как он будет себя чувствовать. Ладно. Давай я открою дверь. Спасибо. Пожалуйста. Сэм уже не будет таким сильным, как был когда-то, но Даниэль позаботится о том, чтобы болезнь не причиняла ему боли. Пока. И что еще важнее, чтобы он всегда был окружен любовью. Пошли, Сэм. За мной. Мы идем домой. Внешний вид самоедов, похожих на плюшевых медвежат, сочетается с их чудесным характером. Самоедская лайка сама доброта, особенно когда общается с детьми. В пригороде Спокона, штат Вашингтон, несколько десятков самоедов были впряжены в сани, чтобы подарить детям отличную прогулку на санях по снежному лесу. Это Айкидарот, уже четвертый по счету. Айкидарот – это название мероприятия, которое организовала Шерри Холленбек. Мы приглашаем детей из системы больниц Шрайнерс. Они находятся на амбулаторном лечении, и сейчас приехали, чтобы прокатиться на собачьей упряжке. Мы просто хотим дать детям с физическими недостатками возможность сделать нечто, что обычно они сделать не могут. Это настоящий съезд погонщикам. 14 собачьих упряжек с погонщиками приехали из Вашингтона, Монтаны и Айдаху, чтобы организовать для ребят незабываемую санную прогулку. Мы выезжаем отсюда сегодня утром и поедем в том направлении. Все знакомы с трассой? Погонщик Дон Дункан владеет 14 самоедами, и, как и многие другие, приехал сюда по собственному желанию. Выехать на природу и прокатиться с собаками – это уже само по себе удовольствие, а разделить свою радость с другими людьми, в особенности с детьми, – это еще лучше. И каждый согласится, что самоед, будучи собакой и другом, имеет подходящий темперамент для общения с детьми. Это похоже на то, словно добрый дядюшка приехал в гости к своим маленьким племянникам. Они чудесно ладят с детьми, и благодаря своему меху, похожи на маленьких белых медвежат. Они обожают детей. У меня есть внуки, и я не желаю, чтобы с ними находились собаки других пород. Я не смогу доверять никакой другой собаке, кроме как самоеду. Они никогда не подводили. Это отличные собаки. Они очень нежные. Максимус, дай пять. Вот так. Молодец. Самоеды редко возили сани в упряжки на своей родине, в Сибири, но они всегда не прочь пробежаться по чистому белому снегу. Видите, они готовы пуститься вперед. Они ненавидят вот так стоять и ждать. Наверное, единственное, что они ненавидят, – это стояние на месте. На старт. Внимание. Поехали. Или, другими словами, – вперед, вперед! Вот это удовольствие – ехать по снежным тропам, когда снежинки щекочут лицо. Это настоящий рай для детишек. Молодец. Вперед! Стой, стой! В этой зимней сказке собаки дают этим детям самое главное – возможность почувствовать себя обычными детьми. Здорово! Это замечательный день. Здесь очень весело. Мы привели с собой детей. Они очень рады, что приехали сюда. Я получаю сплошные улыбки и благодарности. Хорошо, что эти самоеды не стесняются новых знакомств. Дети так и тянутся к ним. Все проходит великолепно. Сегодня мы проделали уже 50 поездок, а день еще только начинается. Дети очень рады, и, кажется, собакам это тоже ужасно нравится. Хотите прокатиться еще раз? Да, конечно. Это был действительно волшебный денек. Было ужасно весело, и мы надеемся устроить более грандиозные катания в будущем году. Ребята, вы готовы? А для детей из системы больниц Шрайнерс общение с добродушными Сэмми – самое лучшее в мире лекарство. Готовы? Поехали! Это здорово! Я была вся в снегу. Это было весело. Это было реально весело. Несомненно, история самоедской лайки полна значительных достижений. И не самое последнее из них произошло в 1911 году, когда норвежец Руаль Амундсен с упряжкой самоедских лайк успешно достиг Южного полюса. Но Сэмми оказались не только выносливыми, но и очень привлекательными, добродушными компаньонами. После окончания экспедиции Сэмми стали питомцами членов экспедиции. Других самоедов выставили в зоопарках после совершенных ими знаменитых экспедиций. К сожалению, со времен Первой мировой войны из Сибири не поступало новых собак. Как раз тогда советское правительство решило, что ездовые собаки должны быть заменены машинами, как нечто изжившее себя. Многие самоедские лайки и другие ездовые собаки были выведены из поселений и убиты. Однако остается надежда на то, что где-то в отдаленных уголках России по-прежнему сохранились самоедские лайки. Сегодня несколько энтузиастов породы, которые совершают поездки на север России с образцами ДНК самоедов, решительно настроены отыскать уцелевших самоедских лайк и собак других ездовых пород на их родине. Классический белый окрас самоедов бывает разных оттенков. Молодец. Это похоже на палитру белого в магазине красок. У некоторых Сэмми шерсть желтоватого оттенка. Максимус. Но у всех Сэмми шерстинки должны иметь серебристые кончики, которые придают шерсти белоснежность. Если вы не против, чтобы ваша собака не занимала первого места в конкурсе красоты, то этот замечательный пёс сможет стать вам преданным другом. Теперь оценки. 4 балла из 4 за характер. Умница самоед, ужасно добродушный, привязанный к людям пёс. К тому же он отличается отменным здоровьем за исключением наследственных заболеваний, иногда проявляющихся у собаки, дисплазии бедра, заболеваний ушей и проблем со зрением. 3 балла за здоровье и всего 2 балла за содержание. Самоеды часто линяют, так что придётся привыкать к белой шерсти повсюду в доме. Что касается охранных качеств, то самоеды внимательны и проворны. Вот только их лай носят больше приветственный характер, а не предупредительный. 2 балла за охранные качества. И 4 балла за универсальность. Порода, покорившая Южный полюс и Сибирь, имеет полное право получить похвалу за свои пастушьи способности. Наконец, поставлены последние оценки. Осталось объявить лишь первое и второе места, а занять их должны Джейк и Макдаф. Итак, второе место достаётся Колли и её хозяйке Бонни. И это означает, что первое место присуждается Джейку и Линде. Сестра Энн, Джен, принимает поздравления, но и Джейку достались похвалы от судьи. Джейк, сидеть! Дай лапу! Ему было приятно судить таких великолепных собак. Я очень рада и обожаю французских судей. Пусть вас не обманет внешний вид самоеда. При всей своей мягкости у него твёрдый характер. Вечная улыбка на морде и стремление к приключениям делают самоедскую лайку, не похожи ни на одну другую породу в мире. Субтитры подогнал «Симон»!